Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и как все вы знаете, а может не знаете, тогда узнаете из этого видео, у нас в игре появилась новая рулетка на Дракулу. Не могу сказать, что это какой-то сюрприз, все ее ожидали и вот она появилась. Давайте будем обсуждать, как обычно выскажу свое абсолютно честное мнение по поводу вот этого игрового события, ровно как и о других. Поэтому, если вы за честность автора, если вас интересует абсолютно честное мнение по поводу всего, что происходит в игре, прямо сейчас подписывайтесь на канал, ставьте лайк данному видосу и пишите свои комментарии. Итак, ребят, если вы возьмете всю вот эту вот рулеточку, просуммируете ее, то она обойдется вам в целых 19481 золотой. Если вы прокрутите до 13 прокрута включительно и последние два прокрута делать не будете, хотя, как правило, именно там кроется машина и ее легендарный внешний вид, то вы потратите 13482 золотых. И я, честно говоря, понять не могу, чем Дракула настолько выдающаяся машина. Та же самая рулетка на крушителя в свое время стоила 15500, я прокрутил ее на полную для того, чтобы крушака забрать. Но я не готов ради Дракулы, даже если бы его у меня не было, прокручивать на 19500. Я просто не понимаю, что здесь стоит таких денег. Давайте будем говорить откровенно, Дракула стоит, ну, 1800. Это его золотая цена, с учетом того, что это семерка, семерка редкая, но он выходил уже на аукционах, поэтому я не думаю, что он должен стоить дороже 8 косарей. Ну, пускай еще обвес вот этот крылья ночи затянет на 2 косаря золотом. Того получается 10 тысяч. Легендарный внешний вид, я, честно говоря, не понимаю. Это все равно, что взять чудовище Франкенштейна и одеть его в розовое платье с бантиками и сказать, что он двуликий. Но не подходит ему это абсолютно. Вот серьезно, Хельсингу, да, такая тематика подходит, а Дракуле все-таки необходимо, мне кажется, быть в черном цвете. Напишите свое мнение в комментариях на эту тему. Что касается этих контейнеров, ну, пускай они стоят по тысяче. Я здесь на данный момент насчитал на 14 тысяч голды в лучшем случае. Скажите мне, пожалуйста, а что вот это вот все действительно стоит оставшихся 5 косарей? Мне кажется, нет. Но это мое скромное субъективное мнение, а вы свое обязательно пишите в комментариях. Давайте прокрутим пару раз рулеточку чисто для того, чтобы посмотреть шансы выпадения. На этом аккаунте у меня Дракулы нет, поэтому если выпадет, слава богу, буду очень доволен. Ну, а если не выпадет, то перекрыгнем ко мне на мой основной аккаунт, ну, и там, соответственно, машинку выкатим из ангара. Ну что, крутим. Немножко ускорим процесс. 30 бустеров я бы за 20 голды не покупал, они мне не нужны по такой стоимости. Я вообще не любитель тратить голду на что угодно, кроме самих премиумных машин. Что касается 50 тысяч кредитов, так уж тем более они не стоят 30 голды, я эту сумму могу получить абсолютно спокойно, играя на какой-нибудь премиумной машине 8 уровня за 1 победный бой. Кстати, обратите внимание, 2 раза по 2 тысячи свободки, хотя я не знаю, сколько они должны стоить в голде, и есть целых 3 раза по 50 тысяч. Короче говоря, 150 косарей вот сюда вот спрятали, в этот слот. Ну что, давайте еще один раз крутим, больше трех раз крутить не вижу абсолютно никакого смысла, потому что понимаю, что будет выпадать, ну, явно в самом начале какой-нибудь абсамблютно-дешманский хлам. Ну вот, пожалуйста, еще раз 50 тысяч кредитов. Не знаю, ребят, может кому-то повезет больше, и кто-то в комментариях, как обычно, напишет, что выпало с первого там или с третьего прокрута, но знайте, суммарно рулетка обойдется вам практически 19 с половиной косарей. Перепрыгиваем ко мне на основной аккаунт, и там будем заценивать Дракулу. Ну что ж, вот так выглядит Дракула в своем нормальном природном внешнем виде, черного цвета машина, с красными вкраплениями, с намеками на плащ и Дракулы. Вот этот обвес крылья ночи действительно шикарно к машине подходит. Как все мы знаем, Дракула как раз в летучую мышь и превращался, именно поэтому в таком внешнем облике машина мне и заходит. А вот этот внешний вид, который предлагает, я его вообще не понимаю. Ну, во-первых, начнем с того, что обвес крылья ночи, ну просто-таки, сразу выпадает из обоймы, ну и никак сюда не вписывается. Во-вторых, скажите мне, пожалуйста, в каком комиксе или в какой книге про Дракулу, или хотя бы историю, касающуюся Дракулы, вы видели Дракулу в белом плаще с золотыми вышивками? Хельсингу, да, вопросов нет, подходит, но явно не этому товарищу. Поэтому бороться за то, чтобы из рулетки доставать себе этот внешний облик, я не вижу абсолютно никакого смысла, и мне лично он, ну прям совсем претит. Что касается всех вопросов по ТТХ, то ответы на вопросы вы сможете найти в видео, ссылочку на которое я добавил в описании, плюс вот здесь сверху всплывет, буквально вчера видос про Дракулу вышел, там есть все, и зацен брони, и сравнение с машинами на уровне, плюс дополнительные катки. Что касается того, что сделаем сейчас, как обычно, посмотрим ТТХ по орудию, кратенько, ну и ринемся в бой. Первый угол склонения орудия вниз, минус 10, позволяет очень приятно отыгрывать на неровностях, Дракула предназначен для того, чтобы постоянно передвигаться и ни в коем случае не стоять на месте. И это помогает ему качественно выцеливать своих соперников на каких-нибудь ухабах, неровностях и на холмах. Ну, что касается пробития, мне писали по поводу того, что 155 мало, особенно против восьмерок, против восьмерок, да, соглашусь, на своем седьмом уровне в целом достаточно, в крайнем случае заряжайте подкалиберные. Что касается среднего урона, то 225 единиц вполне себе даже приятная цифра, да, пускай не самый выдающийся ДПМ на уровне, но все же выше 2100, и это уже приятно. Время сведения и разброс орудия никаких нареканий абсолютно не вызывает. Есть также дополнительная механика, писали мне в комментариях о том, что я об этом не упомянул, но я не могу все упоминать прям в каждом видео, уж простите, пожалуйста. Так или иначе, сбитая гусеница восстанавливается в два раза быстрее. Короче, занимает это дело буквально там какую-то секунду-полторы, и вы снова на ходу. Да, это действительно неплохо помогает в боях, и с этим я соглашусь. Ну что, поехали, попытаемся его выгнать из ангара. Ну что, поехали, давайте попытаемся потестить машину. Я от себя могу сказать следующее. Мне на Дракуле отыгрывать очень сложно, я не настолько умелый игрок, чтобы потенциал этой машины реализовать прям на все 100. Я, по крайней мере, умею это признавать. Что касается того, насколько хорош Дракула на сегодня, машина хороша по всем ТТХ, по всем своим возможностям, но только проблема заключается в том, что этими машинами, скажем так, обзавелось такое количество игроков, неумелых игроков, будем говорить откровенно. Я не осуждаю их абсолютно, но все же в умелых руках данная машина играется существенно лучше. Ну и, соответственно, количество неумелых игроков настолько велико, что в последнее время Дракула в боях, ну прям очень, очень редко тебя пугает своим присутствием. Как правило, ты его не боишься, потому что, зная, что он картонный, что разобрать его будет абсолютно несложно, ну, короче говоря, никакого ужаса на сегодняшний день машина уже не наводит. А вот когда ты встречаешь эту машину в руках действительно подкованного танкиста, то тогда понимаешь, что Дракула это имба имбовая, которая действительно может делать больно, которая заезжает вот так вот в корму и бодро всех разбирает, выпивая все соки, всю кровь из команды, потому что сделать ему по-человечески никто ничего не может, особенно если Дракула при этом не дает себя в обиду. Сейчас попытаемся немножко еще поотстреливать, максимально накидывая урона, ну и, в принципе, в этом фишка машины. Фишка машины заключается в том, чтобы ни в коем случае не стоять на месте, ни в коем случае не попадать под обстрел, ну и тогда вы действительно можете сделать прям чудо в бою и затащить бой. Не то чтобы самостоятельно, но я встречал бои, в которых Дракула тащил самостоятельно бой, и ему не было абсолютно равных, и никто с ним сделать ничего не смог, потому что догнать его не смогли им, потому что ПТ-хи на этой машине крутить одно удовольствие. Да и тяжи, кстати, тоже крайне сильно не любят, когда к ним Дракула приезжает, особенно те, у которых медленно поворачивается башня. Короче, вот так вот, прицепившись к кому-то, вы можете разбирать до болтов, до гаек практически любого соперника, и, как вы видите, я ни разу не был в такой ситуации, чтобы на базовом снаряде прям вообще не было вариантов. Да, я заряжал себе голдовый снаряд, но заряжал его по той причине, что хотел наверняк точно пробить и не хотел морочиться с тем, чтобы выцеливать. Сам себя зажал, виноват, исправлюсь, но уже не в этом бою. Короче говоря, вот так вот пробивают полностью все, абсолютный картон. По большому счету, и в своем видео, ссылочку на которое я добавил, я говорил о том, что здесь от среднего танка только размеры и, я бы сказал, название. Все, больше здесь от среднего танка нет абсолютно ничего. Здесь нет брони среднего танка, здесь нет подвижности среднего танка, здесь реальный легкий танк с уроном, я бы сказал, среднего танка, и это действительно очень круто. Вопрос в том, эту круть вы сможете обуздать или нет. Досматриваем видео до конца, будем смотреть на итоги боя, ну а пока мы с вами досматриваем, хочу вас спросить, вы хотите Дракулу себе в ангар? Если да, то тогда у вас есть два способа его получения. Первый способ вы узнаете, посмотрев видео, ссылочку на которое я добавил в описании, а именно, каким образом зарегистрироваться на розыгрыш. Посмотрите, не пожалеете. Ну а второе, приходите обязательно на прямую трансляцию, которая состоится в ближайшее время, не знаю, сегодня, а может быть завтра вечерком, но так или иначе, для того, чтобы ее не пропустить, обязательно подписывайтесь на канал прямо сейчас, ставьте лайк данному видео, ну и, соответственно, нажимайте на колокольчик, для того, чтобы не пропустить уведомления о прямой трансляции. Приходите на прямую трансляцию и участвуйте в розыгрыше. От вас не потребуется ничего, кроме вашего присутствия. Вот такая вот инфа для тех, кому Дракула все-таки нужен в ангаре. А там уже сами разберетесь, насколько вы сможете с ним совладать, и не будет ли он пылиться, стоя у вас в ангаре. Что касается результатов по бою. Победа, и я думаю, что все-таки наш вклад в эту победу был существенным. Каждый ли бой будет для вас победным? Нет, конечно, нет, потому что не все бои победные, так или иначе, на чем бы вы ни играли. Знак классности второй степени, ребят, при том, что я накинул 3000 урона. Я сделал несколько фрагов. Что касается нашей результативности по серебру, то с учетом према каунта, грубо говоря, 59 тысяч. Без према будет меньше, 34. Но здесь учтите еще и пополнение боекомплекта, потому что так или иначе, голдовый использовать пришлось. Но оно все-таки, мне кажется, того и стоило. Что касается нашей результативности по команде, то, как вы видите, первое место, и я бы сказал, с крайне существенным отрывом. Вот такой вот он Дракула, если уметь его применять. И, ребят, учтите, это я еще играть на нем не умею. Ну, а если вы умеете качественно играть на легких танках, то я уверен, что на Дракуле вы будете прям чудеса творить в боях. Я побежал специально для вас снимать следующий видосик, а вы, друзья мои, обязательно приходите его посмотреть. Мира вам и спокойствия. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok